Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберец. Руководители управления ведомств отчитались о главе округа в проделанной работе. Об итогах минувшей недели далее. Почти две тысячи раз на минувшей неделе жители обращались в полицию. 29 заявлений послужили поводом для возбуждения уголовных дел. Также правоохранители обращают внимание на то, что в округе участились квартирные кражи и звонки о заминировании общественных мест. Участились сообщения по статье заведомо ложного закладки устройства взрывных устройств. У нас были вызовы массовых скоплений граждан. Поэтому прошу все организации, все предприятия еще раз посмотреть на паспорта безопасности в разрезе планов эвакуации и памяток по антитеррору. Четыре возгорания потушили пожарные. Три из них произошли в городском округе Люберцы. 13 августа, 19 часов 18 минут, Люберцы, улица Дружба, дом 5, дробь 2, а квартира 133. В данной квартире однокомнатной обгорели личные вещи и мебель на площади 1 ветра квадратных. Пострадал мужчина, 81 года рождения, отравление продуктом горения, в легкой степени госпитализация отказался. 1681 дом округа подготовлен к осенне-зимнему периоду. С этой задачей на сегодня коммунальщики справились на 87%. На планово-профилактический ремонт остановлены три котельные. Горячей воды нет в 35 домах. Нарушение исполнения графика отключения горячего водоснабжения при плановых отключениях не зафиксировано. Контроль за исполнением графика на территории городского округа Люберцы обеспечен. В Люберецком округе продолжается ремонт подъездов. В 2020-м обновятся 137 входных групп в 68 многоквартирных домах. 35 подъездов уже готовы. Остальные должны сделать до 30 сентября. А в наведении порядков в Люберецких дворах на минувшей неделе задействовали почти тысячу человек и 97 единиц спецтехники. Ведутся работы по покосу травы. Выполнены работы по опиловке 12 деревьев и корчеванию 7 дней. Ведутся работы по окрашиванию и ремонту малых архитектурных форм. Ямочный ремонт в Люберцах проводят как на проезжих частях, так и на дворовых территориях. За минувшую семидневку возле домов устранили 107 выбоин общей площадью 1118 квадратных метров. Анна Троян, Сергей Гвозев и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова